Доброго времени суток, дамы и господа. Сегодня среда, 27 сентября. Новое КД, новые события интересные в нашей замечательной игре. И на текущий момент стартанного события под названием «Бурные потоки времени». Начинаются они 27 сентября сегодня, кончаются 1 ноября. По факту, самые обычные 5 подряд недель таймволков. Что можно извлечь из них полезного? Сейчас об этом поговорим. Для начала поговорим о твинках, потому что к ним, скажем так, привязана основная полезность, основные бонусы. А потом уже и о мейнах. Касательно твинков получается так, что проходя подземелье в режиме таймволк, в режиме путешествия во времени, мы получаем на себе стакающийся баф. И в тот момент, когда мы проходим полностью четвертое подземелье, мы получаем супер баф, который дает нам целых 30% прироста опыта. И длится этот баф 3 часа. С целью того, чтобы его продлить, мы просто-напросто проходим еще какое-нибудь подземелье в режиме путешествия во времени. Это довольно-таки удобно. Можно миксануть с нами, которые проходят на текущий момент Альдразусе. Можно вармот включить. И в целом лутать кучу-кучу экспириенс. Касательно мейнов получается полная дрянь. Думали, что будут поушены, которые мы сможем отправлять на твинков с целью получения этого бафа на экспириенс, или с целью его продления. Но в итоге никаких поушенов на текущий момент пока что нет. Может быть, там попозже их ведут. После какой-нибудь ход фикса, после техобслуживания. Мейн также лутает баф на экспириенс, который абсолютно не нужен на 70 уровне, когда мы уже полностью раскачаны. Зачем бонус на опыт? Он ни к чему. Мы просто-напросто можем в рамках этого события сделать квест на получение героев шмотки, чуток приодеться, да, если там недавно начали в игру играть. Также об ачиве не стоит забывать, что в целом актуально как и для твинков, так и для мейнов. Можно делать на любом персонаже, в одну неделю на одном, там во вторую на втором, например, укротитель бурных потоков времени. Получите мега-баф в течение пяти недель в ходе события, бурные потоки времени. К примеру, на текущий момент я получил этот баф на маге. Готовлю его под башню магов. Вот. То есть в конце получу маунт. Приятно? Ну да, приятно, прикольно, но то, что на это нужно потратить целых пять недель, а не там пятью персами сходить, это крайне грустно. То есть придется просто-напросто ждать, ждать и ждать. И там подлутывать этот баф, проходя хотя бы по четыре таймволка в неделю. Ну, компания Blizzard пытается как-то таймволки, что ли, более актуализировать, перевязать к ним какие-то достижения, маунтов, пододеть нас перед стартом сезона. Это же все делается специально перед стартом сезона, поэтому и дата выхода 10-2 более уже такая прогнозируемая становится. Как-то так, в общем. Событие, ну, такое. То есть оно немножко добавляет нам контента в виде маунта, в виде супер-бафа для твинков, для их раскачки. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!